Как вы думаете, чем мы сегодня занимаемся? Мы спряхиваем недрог. Даже с маленьких растений можно обязательно аккуратненько весь снег спряхивать. Потому что, видите, они падают. Для них это нагрузка. Я вспомнила, как я пересыграла. У нас были упражнения. Это только начинали. Аккуратненько, очень хорошо это получается. Бамбука и палочка, не надо руки морозить. Все-все-все спряхиваю. Желательно, конечно, сначала стряхнуть, а потом аккуратненько по веточкам стряхнуть остатки. Потому что масса немаленькая здесь. Аккуратненько, аккуратненько. Лучше это делать натуральными материалами, не такими металлическими, потому что это все повреждается. Конечно, эти все манипуляции нужно делать только в теплую погоду. Если у вас не замерзла снеговая вот эта масса, потому что иначе вы просто сломаете противенье. Он еще притаился. И аккуратненько возьмутся, почистили. Вот эти ледышки. Ну, ее мать дирать не будем, я думаю, что подостать. То есть уже, конечно, такой нагрузки здесь нет. Туки. Вот же отречиваем. Даже не сразу поняла, что они у нас завязаны. Видите, как незаметно. Но у них есть здесь связка натуральным шпагатиком, аккуратненько, с разным шагом в зависимости от размера. Зато спряхнули. Смотрите, какая красота. То есть никаких белых колпаков не надо шить. Не нужно ничего выдумывать. Не надо ничего изобретать. Просто связан аккуратненько. Все, прошли, почистили. Конечно, я делаю сейчас одной рукой. Двухметровый палк не очень удобно, но это ее к чему? К тому, что все это видите, как все спряхивается и туи в прекрасном состоянии. Продолжаю дальше зимовать. То же самое, аккуратненько мы делаем с елочками. Если у нас не снимается, сильно не бьем. Аккуратненько снизу вверх. По каждой веточке потихонечку все отрехиваем. Не спешим. Заветите, даже, как я сказала, очень приятно. Ну, никогда и в сочи. Я думаю, что в саду это можно сделать даже в течение нескольких дней. Не дожидаться у нас в течение за две недели набралось немножко. Поэтому очень аккуратненько все спрячено. Сейчас я буду думертонник поделить. Видите, когда растение застрижено, у него вообще проблем нет. С него практически скатываются. Видите, когда застрижено, все отрежетненько. Красноточки принимают с нашим уходом. Напомню, что я лучше это делать натурально. Бомбочно, она прям чувствует даже где-то расслабит и сильнее поделать. Очень лучше. Да, классно. Классное занятие. Обязательно снимать снег. Точнее, стряйте. Потому что и разваливается, и игла не работает на растении. А зимой у нас все равно выполняется с этой функцией. Здесь можно уже и ручку на обратно. Так, сейчас пойдем все чистить. Видите, какие заборы. Вот это, конечно, очень много. Кстати, нам надо снимать. Чищаем аккуратненько слабок. Сначала глыбу. Потом потихонечку. Сначала глыбу. Потом можем аккуратненько, если в достигаемости руки, такими легкими постукивание здесь уже сложнее. Вот ведь аккуратненько, не спеша, чтобы ничего не повредить, не сломать. Если примерзло что-то, все это оттает. Мы уже не такие будут намерзания и не такие нагрузки. Видите, когда застрижем, а как хорошо все счищается. Раз, раз, все отлетает. Так, постепенно несколько этапов обязательно. Иначе растение мне очень приятно это все может разломить. Ну вот, елочки тоже постепенно сейчас взяла. Одним этапом максимально с ней стряхнули. Потом сейчас пойдем еще вторую часть. Вот так. Так заехала на 15 минут елочку отпустить. Пришлось чистить всех. Все пострахнула. Идите всю нагрузку сняли. Потому что там снежок немножко остался. Это ничего страшного. Но это уже этап ветки не ломает. Небольшое количество снега, конечно. Это допустимо. Так что все в сад всем чистить. Хорошего настроения. Менькие сосеньки тоже обязательно от снега очищаем. Все веточки, чтобы ничего не разломывалось. Небольшое количество снега это нормально. Поэтому главное, чтобы не разломились наши ветки. Боже, они все такие яркие. Очень красивые. Субтитры создавал DimaTorzok